К Верхневолже за первую половину года выявлено четыре нелегальных кредитора. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского отделения Центрального банка России. Большая часть нарушителей незаконно выдавали займы под видом ломбардов. Подробности в сюжете далее. С начала года Банк России выявил в Тверской области четыре нелегальных кредитора. Две организации незаконно использовали в своем наименовании слово «ломбард». Два других субъекта предоставляли займы под залог ювелирных изделий, не имея, при этом, соответствующего разрешения. Число выявленных нелегалов не изменилось в сравнении с прошлым годом. Нелегальные кредиторы зачастую работают, как комиссионные магазины, но выдают займы под залог вещей. Такие компании не состоят в реестре Банка России, как легальные ромбарды, и не имеют соответствующей лицензии и действуют вне правового поля. В отличие от легальных организаций, нелегальные кредиторы могут устанавливать неограниченные проценты по займам и штрафы за просрочку, а также в любой момент продать заложенную клиентам вещь. До заключения договора займа или кредита с финансовой организацией необходимо проверить, легально ли она работает на рынке. Это можно сделать самостоятельно на сайте Банка России с помощью справочника финансовой организации или через мобильное приложение ЦБ онлайн. Кроме того, стоит проверить, не числится ли выбранная организация в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.